Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Что касается демилитаризации, но не хотят договариваться, ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Уже известны выборы, чем они закончатся. Это выборы так, фу, никаких вероятно. И сколько это еще будет продолжаться? Я не знаю, почему молодые вот молчат. Неужели им все это нравится? Неужели я не понимаю? Ужас просто. Мне 83 года, такого безобразия, насколько я была недовольна советской властью, но такого безобразия, как сейчас, вообще не было. Тогда хоть что-то впереди там светило, понимаете? Квартиры какие-то получали, там то-сё. А сейчас что? Нельзя сидеть одному 20 лет. Он уже, глаза замылились у него уже. Он уже ничего не видит. Его уже врут ему все. Понимаете? Он говорит, посмотреть на него противно. Я вот его видеть не могу. 20 лет сидеть. Ни стыда, ни совести. Понимаете? Ни стыда, ни совести. Правильно сказал Невзоров, подон. Вот Залужный назвал своей главной ошибкой уверенность в том, что чудовищность потерь русских на фронте должна была их остановить. Потому что он-то получает абсолютно объективные показатели о потерях и знает, каковы горы русских трупов. Но не только Залужный. В этом ведь, как мы видим, ошиблись абсолютно все. Никто, никто не ожидал такой беспощадности, такой свирепости к своим и такого безразличия к русским смертям. Даже папуасы, кафры, зулусы, китайцы, которых очень много, и то они не так безразличны к своим потерям, к своим смертям, как русские. А Путин, а за ним и вся страна, монстрировали истинно патологические реакции. Ну а после выборов, разумеется, обновленный и окрыленный Путин вообще потеряет всякую застенчивость и пустит уже всю страну под нож своего бредового замысла. Весь ресурс, который есть. Народ это предчувствует и, вероятно, понимает, что наступает год большой крови и год больших бедствий. Видели ли вы обращение Владимира Путина новогоднее? Если да, то что можете сказать? Он, кстати, я обратил внимание, он не почтил память погибших российских солдат. Он просто сказал «наши сердца с вами», ну и дальше по списку. То есть очень скользко прошел. На это многие обратили внимание. Да каких там солдат? Он даже про Белгород не вспомнил. Мы с вами вспоминаем, а он вообще не вспомнил. Мне кажется, он просто записывал это еще летом, обращение. Ну, может быть, да. Но факт остается фактом. У него за день до этого убивают десятки людей, а ему вообще все равно. Совершенно он про это ничего не сказал. И это как бы никого в его штабе не смутило. Я сейчас не про лично Путина, не про его тонкую душу, а в его штабе никого это никак не помешало. Можно же переписать всегда это самое. Но если происходят такие горячие события, значит, они не посчитали это достойным внимания. Да и в Москве не отменяли празднований. Вот в Киеве 1 января был день траура. У нас не день, а день траура по погибшим 29 декабря. А в России не было никакого дня траура. Значит, их, собственно, не волнуют, эти погибшие в Белгороде. Почему они тогда должны волновать украинцев, тоже непонятно. Путина я посмотрел все 3 минуты 39 секунд. И интересно, что есть изменения, мне кажется, с такой, достаточно удивительной в его риторике. Я взял, посмотрел прошлогоднее и этого года. Все, конечно, помнят, что в прошлом году он был на фоне неких солдат, а сейчас на фоне Кремля. Ну, это как бы фон. Но само содержание. В прошлом году он был максимально конкретным. И приводил кучу примеров. И объяснял, ради чего война, зачем она и что с ней. То есть он объяснял про бандеровцев, про НАТО, про какие-то геополитические интересы. У него просто была целая речь об истории. Вот все, все, все. Это встреча 2023 года. А сейчас это была просто речь, в которой не было ни одного факта, ни одной конкретики, никакой даже близко. Никаких упоминаний конкретных людей, солдат, что-нибудь событий. Никаких. Это была абсолютно абстрактная речь. Такое ощущение, что вот у меня было, честно, я слушал, думаю, на что похоже. Это когда плохой тамада приходит на свадьбу, и надо же провести. А что делать? Скачивает из интернета стандартное поздравление. Дорогие мои молодожены. Хлеб вам да соль и так далее. Он даже имен не выучил, типа. И вот говорит. Вот так это выглядело. И я это посмотрел, так как я же искусствовед в этом смысле, ну, в смысле путиновед, то я это, конечно, посмотрел не в 12 ночи, а когда в Владивостоке это все вышло на телевидение. Ну, чтобы... И вот у меня возникла эта ассоциация, и странно думаю, как? Вот как может быть, что президент ни слова, ни про что остальное не сказал? Это подозрительно и странно. И через час-два выходит поздравление Дмитрия Медведева. Дополнительное, как бы, приложение к поздравлению Путина. И там он все вот это говорит. Про наши солдаты, плечом к плечу, настоящие мужчины. Мы там в едином порыве. Ну, то есть он вдруг конкретику про фронт от имени Медведева. Боевой дух задавал Медведев, который выступал в качестве такого воина. Вот эта разница. Почему они так решили сделать с Путиным? Ну, не знаю. Победило крыло, которое хочет... Ну, там же наверняка идет борьба за слова Путина. Победило крыло, которое требует, чтобы все сидели тише воды, ниже травы. И никто ни про что всерьез не разговаривал вообще в стране. Ну, вот мы только что общались с Ильей Шипелином. Он просмотрел все эти новогодние огоньки на российском телевидении. Но работа у него такая, можно посочувствовать. Непростое это дело. Но он обратил внимание, что снижается уровень именно милитаристской риторики. Такое ощущение, что они начинают это убирать куда-то. И он говорит, вот если в прошлом году много было людей в форме, военных, там что-то такое, то сейчас 15 секунд, там 16 секунд кто-то что-то сказал, убрали. И, видимо, уже зритель это не хочет. То есть они уводят это из повестки, мол, да, где-то там идет война, но мы хотим вот Оливье, Салата и Киркорова, которую вырезали, не дорезали. Там именно в плане монтажном я тут поясняю. И вот это вот, может быть, с этим как-то связано? То есть Путин начинает убирать себя из вот этой военной повестки, потому что есть уже усталость. И пусть Медведев говорит. Нет? Да, возможно, потому что возможно, но у меня нет, естественно, данных. Сами эти празднования мне вчера рассказывал человек, который честно посмотрел все огоньки тоже. И вот он примерно такую же картину наблюдал, как вы сейчас рассказываете, про этих самых военных. Но меня удивило в свое время, то есть год назад ровно, собственно, меня удивило то, что Путин вдруг стал вот этим боевым Путиным. Он же никогда им не был. То есть война шла в весь 2022 год, а Путин о ней ни слова никогда не говорил. Там, между делом, мог упомянуть, могли что-то спросить. А он, да-да-да, СВО, это хорошо. Но он не был лидером войны, не был военным лидером. И на протяжении 2023 года он стал этим военным лидером. Он постоянно говорил, называл прямо какие-то воинские части. Наш батальон номер такой-то сейчас там под крынками отражает атаку такой-то стрелковой бригады. Вот прям вот так, да? Новость из фронта. Говорит, что я каждый день звоню на фронт, и мне там отчитываются и докладывают. То есть вдруг он стал отвечать за эту войну. Но, похоже, действительно что-то там прокисло. И, видимо, россияне расценили. Ну, у нас же нет данных социологии. У них-то есть. Они же там проводят какие-то у себя опросы внутри России. И я думаю, что они могли увидеть, безусловно, что не воспринимают Путина как военного лидера. Но он слишком старый. Он слишком, как бы, ну, не похож на военного. Человек, который никогда в жизни не служил в армии. И, возможно, вот просто его не воспринимают как военного. Ну, что поделать. Так бывает, что к кому-то не приклеивается какой-то образ, сколько ты там, сколько ты не строй военного из этого человека. Но у меня нет таких данных. Я утверждаю, что это так не могу. Ну, а вот наши зрители подсказывают, что Путин все-таки посетил госпиталь Вишневского, где встретился с российскими военными. Но это как-то было тоже не очень подсвечено. То есть он что-то там сделал, что-то сказал, как-то протокольно постоял. И даже это растворилось вот в информационном пространстве. Не-не-не, было-было. Это было просто первого числа уже. И там идея такая. Мне кажется, что, ну как, два крыла, как я уже сказал, борются явно за президентский образ. За президентский образ, да. То есть есть крыло, которое хочет, чтобы был вот этим военным лидером храбрым, смелым, отважным, с саблей в руках. А есть те, кто хотят, чтобы это был человек стабильность, человек Брежнев, человек тише воды, ниже травы и так далее. Вот явно там какие-то фламги у них сражаются. Сражающиеся царство внутри администрации, я думаю. Поэтому компромисс, видимо, был в том, что 31-го победило крыло Брежневское, а 1-го числа уже, значит, военизированные. Как-то заставили его куда-то поехать и что-то там рассказывать. Там было вполне себе, он рассказывал про войну с этими солдатами. Вот там опять это плечом к плечу. Я почему все время цитирую плечом к плечу? У них это кочующая такая фраза от человека к человеку. Когда Медведеву поручили, Медведев говорил, что плечом к плечу. До этого, значит, Путин несколько раз за год в своих разных выступлениях у него все плечом к плечу. И вот оно снова туда пришло. Это, видимо, символ военизированности такой. Так что нет, 1-го числа все было, да. Все было. Интервью у Владимира Зеленского и фраза про людоеда, что людоед, аппетит приходит во время еды. Если его не остановить, то он покусится уже, собственно, и на страны НАТО. Это очень такое жесткое интервью. Как вы считаете, насколько оно может, скажем так, стимулировать Запад, может быть, вернуть какое-то такое настроение? Потому что, ну, есть ощущение, оно подтверждается косвенно и даже прямо, что Запад устает. Ну, там общественное мнение меняется, как-то уже не Фокси, и политики начинают дистанцироваться. Вот это интервью про людоеда, который ждет, когда перейти уже, собственно, за пределы Украины, пойти дальше. Начну со средины вашего вопроса. Насчет того, что там Запад дистанцируется. Давайте так. Это не в фокусе внимания широкой публики? Да, конечно, не в фокусе внимания широкой публики. Полностью согласен. Потому что, ну, не может одна и та же история, которая длится два года, и она не происходит у тебя дома, оставаться в фокусе внимания. Израильская война, например, тоже же отошла. Вы, наверное, уже заметили, да, вот там сегодня. Сегодня, грубо говоря, примерно 90-й день войны. Ну, чуть меньше, наверное. И уже как бы все и забыли, что там война. Хотя ее интенсивность не снижается. Вот в Новый год был обстрел прямо в Новый год большой Израиля. Ну, про это уже никто не вспоминает, никто не замечает. Если говорить про фокус внимания, СМИ, например, то вот канал CNN. Я в первую ночь с 31 на 1, кроме того, что вел стрим, еще смотрел CNN. Ну, просто всю ночь включил его CNN международный. Там не было ни слова, ни одной картинки. То есть в этот момент обстреливали Украину, в этот момент обстреливали Израиль. Но по CNN этого просто не существовало. А существовали у них только фейерверки праздничные. Вот этот город встречает, а вот этот, а вот этот. А вот то, что в небе Тель-Авива или в небе Харькова, или в небе Одессы в это время происходили взрывы, никто ничего не показывал. Поэтому да, про медиа согласен, про народы согласен, про политиков не согласен. Потому что просто у политиков меняются как бы лидеры. Они по очереди. Запад, к счастью, это не одна страна, а десятки стран. И вот, мне кажется, за последние несколько недель в лидеры вышел Шольц. Кстати говоря, это не только мне кажется. Я проводил опрос, кто сегодня главный друг Украины на Западе. У себя на канале проводил опрос. В новогоднюю ночь несколько опросов провел. В частности, вот такой. Из действующих политиков первое место занял Шольц, второе Урсула фон дер Ляйен и третье Джо Байден. Вот это удивительно. Если вы спросили нас в начале войны, кто будет главным союзником, ну как вы думаете, вот точно бы Шольц был бы на последнем месте. Шольц вряд ли, да. На последнем месте. А Урсула фон дер Ляйен, никто бы не знал, кто это такая. Никто бы не знал. А сейчас она на втором месте. Так что они по очереди вполне выходят в лидеры и все нормально. И место Джонсона не пустует, да, и место кого угодно не пустует. Поэтому с политиками все это нормально. Они понимают, это их работа. Они никуда ничего, естественно, не забыли. По поводу того, сыграет ли какую-то роль в интервью Зеленского. Мне кажется так, что на Западе небольшую, маленькую совсем. Ну лучше маленькая, чем никакой. Почему маленькую? Ну потому что много всего, слишком тоже большой поток информации. И Зеленский много раз эти слова говорил, и многие эти слова говорили. Поэтому я не думаю, что хотя это и обращалось к западным, безусловно, лидерам, то какая-то маленький свой вклад это внесет, но маленький. А вот мне кажется, что слова любого западного политика на этот же счет, они сейчас важнее. То есть когда такие же слова говорит Шольц, а он говорит. Когда такие же слова говорит Дональд Туск, премьер-министр Польши, это важнее. Когда он говорит, мы сейчас защищаем себя, а не Украину, потому что иначе россияне придут и так далее. Это говорят в Финляндии, это говорят в Германии, это говорит Урсула, та же фон дер Ляйен, это говорит. И Джонсон, конечно, это говорит. Поэтому вот, я думаю, что там уже все этот месседж уже отработан. Но мне кажется, очень важные вещи, важно как это интервью, как это ни странно, откликнулось в Украине. Потому что все-таки в душе у всех сидело прошлое интервью экономиста Залужного. И сейчас как бы в некотором смысле ответ от Зеленского, в некотором смысле, ну только не в смысле, что он обсуждал слова Залужного, а в смысле, что тоже экономист, тоже вот Зеленский. И он призвал украинцев, собственно, мобилизоваться внутри себя, не только мобилизоваться в плане военным, но и то, что напомнил, что это угроза экзистенциальная для украинцев, а они об этом забыли. И тут удивительное совпадение, что вот вышло интервью Зеленского, и в тот же день атака россиян. И все сложилось вместе. Конечно, россияне напомнили украинцам, что угроза экзистенциальная, что если не воевать, то не будет никакой Украины, и ни одного украинца не останется в мире. И что, собственно, россияне планируют по-прежнему уничтожить Украину. Вот, поэтому россияне сделали гораздо больше для этой мобилизации. То есть эта статья плюс усилия россиян действительно смогли, мне кажется, сейчас мобилизовать украинцев обратно на эту войну. Зеленский делает вид, что все хорошо. Ночью он назвал новую линию обороны ВСУ в Харьковской области самой мощной во всей Украине. И заявил, что Харьков он точно не сдал. Ночью США отправили Киеву последний пакет помощи из своего горшка размером в 250 миллионов долларов. Ну и чтобы ВСУ совсем не приуныли, первые из истребителей F-16, обещанных Западом, Украине, вероятно, уже находятся в стране. Сообщает об этом румынская версия американского Newsweek со ссылкой на источник. Субтитры создавал DimaTorzok